Алла, здравствуйте! Здравствуйте! Хочется сразу с первых слов потребовать от вас объяснений. В марте попалось сразу две какие-то даты. У Тодеса 38, у Тодеса 10. И, собственно говоря, что отмечаете в марте? Видите, какой у нас действительно в марте богатый событиями. 8 марта – это наш день рождения Тодеса. 38 лет назад мы родились 8 марта. Это день наших первых профессиональных гастролей. Ну и вот мы решили, что вот этот день будет нашим днём рождения. Это получается танцевальный коллектив? Да, балет Тодес. А театр наш, тоже наше детище. 10 лет назад мы его открыли. Это была нашей мечтой. И мы это сделали. И вот в этом году, 15 марта, театру исполняется 10 лет. Но со стороны сразу возникает вопрос. Хорошо жили, гастролировали. Да, сколько на тот момент? 28 лет ездили по всей стране и со звёздами выступали. Всё у людей хорошо. Зачем вдруг театр-то нужно было открывать? Это же дополнительная нагрузка, проблемы, декорации. Чего только нет. В Москве часто задавали вопрос. Ребята, где мы вас можем увидеть? В Москве. Я поняла, что мы постоянно на гастролях. Мы где-то постоянно гастролируем. И где-то раз в три года, ну, может быть, один раз в году мы делали наши спектакли в Москве. Меня просто замучили этими вопросами. И я ещё тогда подумала, думаю, да, вот вообще, я думаю, что мечта любого коллектива — иметь свою площадку, чтобы она была востребована, чтобы она была заполнена зрителем. У ребят была мечта, вот чтобы у них была своя вот эта гримерочка, чтобы девочки разложили там вот эту свою косметику, чтобы это вот лежало стационарно. Потом, ну, всё-таки гастроли — это очень, скажем так, тяжело и физически, и морально, потому что у нас гастроли, мы выезжаем там на 28 концертов, представляете, 28 площадок. Сколько месяц, полтора? Ну, ребята фактически ездят круглый год. Они в Москве, ну, бывают, ну, от силы, я не знаю, у них отпуск в мае такой небольшой. Знаете, как окошками такими, да? Что-то там в июле, кто-то отдыхает там в начале сентября, так как у нас состав большой, и мы можем себе это позволить. Это как в мультфильме, мы к вам заехали на час. Ну, в общем-то, да, да, да. И они постоянно на гастролях. И, конечно, им хотелось побыть в Москве, побыть дома. Это же так важно. Вот. Ну и, в общем-то, мы в итоге это сделали. Но всё-таки слово «театр», оно как-то обязывает. Потому что одно дело, там, не знаю, ставить номера для шоу или выступать в качестве подтанцовки для звёзд, а другое дело, мы говорим, мы театр. То есть это репертуарные спектакли, это труппа, это репетиции. Вы понимаете, это мало кто... Вернее, сейчас уже многие знают, но нас ассоциируют, знаете, с чем? Вот именно с концертами нашими по телевидению, где мы сопровождаем наших звёзд. И у многих складывается впечатление, что мы только этим и занимаемся. А мы уже 38 лет имеем свои сольные программы, спектакли. Вот у нас сейчас в театре 9 спектаклей в репертуаре. За 10 лет это неплохо. И мы ставим новые, новые. У нас две детские сказки. И прекрасные, лучшие в городе. Простите, коллеги. Нет сомнений в этом. Да, вот. Мы всегда имели эту сольную работу, сольную деятельность и свои спектакли. Поэтому у нас ничего не изменилось. Мы просто, у нас появилась площадка, где мы можем вот это всё показать. Но это удивительно, потому что многие театральные актёры, которые выросли как раз в ощущении и в понимании, что театр – это дом, вот как вы говорите, гримерка тут разложил, тут кружки, тут фотографии родственников и так далее. Но во многих театрах от этого, наоборот, уходят. И говорят, что, ребят, слушайте, это какой дом? Мы там, не знаю, антреприза, проект. Да, мы рады друг друга видеть, но мы собрались, отыграли, пошли дальше. А вы, наоборот, к этому приходите. Вот зачем это, когда мир, мне кажется, идёт в обратную сторону? Ну, я не знаю, ну, какие антрепризы. У наших ребят, вот они работают в театре, и мы выезжаем иногда на зарубежные гастроли. Или, допустим, Питер, у нас большая площадка. Вот театр едет, работает в Питере, допустим, а в театре работает другой состав. Вот сейчас мы уезжаем на большие гастроли. У нас Анкара, Стамбул, Бурса. Мы уезжаем там на семь дней. И у нас, в нашем театре будет работать наше новое поколение с абсолютно новыми номерами. То есть у нас ничего не останавливается, понимаете? Потом у нас там театральные вечера проходят для наших студий. У нас по воскресеньям обязательно наши студии два раза в год. У них там тоже, они отчитываются, знаете, о своей проделанной работе. То, чему они научились, это очень важно показать. Ну, и вот четыре спектакля у нас в неделю идёт. Есть балет, да, есть театр, есть студия, про которую вы сейчас сказали, да, и вот это как раз меня всегда восхищает. Служно разобраться, кстати, в этом во всём. Да, но сейчас уже более-менее мы как-то поняли. Меня, конечно, восхищает, потому что вы уже не первый раз приходите к нам, и каждый раз к вам кто-нибудь подходит и говорит, моя дочь, мой сын у вас занимается, это всё время. Или, Фёдор, это кто? Была Алла Духова? Я говорю, да, Алла Духова. Ой, скажи, что вот прямо там сын, дочь и так далее. Но возникает вопрос. Это же три огромнейших совершенно направления. Каждая требует внимания, времени, сил. Как вы справляетесь и распределяетесь? Это же появлялось всё постепенно. Здесь уже отработано, появляется что-то новое. Ну, естественно, мы над этим, да, трудимся по мере поступления, скажем, да. Вот, и у меня команда хорошая. Как же, без команды никуда. Мне бы одной справиться не удалось, это точно. Потому что у нас не три даже направления. У нас получается в самом балете, значит, это театр, потом гастрольный состав, который вот ездит круглый год по нашей стране. И за рубеж. У нас есть ещё один состав, который, допустим, если у нас есть контракт где-то за рубежом, они работают там. То это уже, понимаете, три. Потом у нас есть состав, который работает с нашими звёздами. Это ещё отдельный. Это отдельное направление. Ну, естественно, и студии. У нас их 130. Представляете, филиалов уже огромное количество и педагогов, и менеджерский состав. То есть это прям вот уже много-много сотрудников и людей, которые в нашей, скажем так, в нашей компании работают. Ну вот мне всегда волновал вопрос. У танцоров же очень короткая творческая жизнь. Да, там, ну, официально в 33, по-моему, года, да, всё должно закончиться. Понятно, что есть уникумы, которые и дальше продолжают, да, но это уже такие мегазвёзды. У нас есть. Вот. А куда деваются потом танцоры ваши? Что они делают? Вот они получили этот кайф. Цветы, аплодисменты, гастроли, деньги. И тут им говорят, ну, дружок, время твоё завершилось. Тут, вон, смотри, молодёжь растёт. Так вот, понимаете, почему мы открыли школы? В первую очередь, чтобы растить новое поколение. У нас, естественно, все наши артисты, балеты, все из наших студий. Это мы их вырастили вот с такого детского возраста. Это раз. Потом действительно, вот, ребята, все, кто у нас работал, танцевал, они все руководят студиями. Кто-то занимается педагогической деятельностью, кто-то менеджерской. То есть они работают у нас в компании и прекрасно себя чувствуют и финансово, и морально. То есть они не уходят из семьи, можно сказать, понимаете, вот так. И поэтому вот у нас 130 школ, и ими руководят наши ребята. Вы вкратце так сказали вскользь про зарубежные гастроли. Вот как-то график сейчас сильно изменился по сравнению с тем, как было до 22 года. Ну, у нас направление поменялось. А, понятно. Мы работаем, видите, вот в Турции, мы были в Саудовской Аравии на фестивале. Очень интересно, мы первый раз там были. На данный момент очень много гастролей. Китай, естественно, мы там постоянно. А также Дубай. Вот у нас тоже гастроли будут в мае. Мы в Дубае едем, у нас там три спектакля. Постоянно, но где-то вот тут. Ну, одно дело ехать там, не знаю, в Европу, в Америку, даже в Китай, потому что всё-таки уже какая-то такая глобализация идёт. А другое дело в Саудовскую Аравию. То есть вы там как экзотика какие-то были? Фестиваль. Нет, был фестиваль. Там был международный. И вот пригласили нас от России. Ну вот сейчас очень часто, когда говорят там про мотивацию, про там планы, всегда говорят, вот ты должен поставить себе цель, к ней идти, выстроить шаги и так далее. Но вот когда вы начинали входить вот в мир там хореографии, движения, пластики, танца, это же 80-е были, получается. 90-е. Да, 90-е. Но первая, по-моему, постановка в 6 лет у вас была. У меня да, у меня да. Но уже, как сказать, входили в 90-е. Вот в 90-е, когда всё это вот начинали, вот вы ставили перед собой цель? Так, у меня в 2024 году должно быть 136 студий, у меня должен быть театр, должна быть, там, не знаю, должен быть балет, ещё что-то. То, что у меня не было сомнений, что я должна двигаться в этом направлении, что я только этим хочу заниматься. У меня уже было понимание вот с 6 лет. Первый номер я поставила в пионерском лагере, у нас был малышковый вот этот отряд, 6 лет мне был. Я уже построила наших там девчонок, мы танцевали польку, я поставила номер, и концерт, который там в это время, значит, проходил в этом лагере. Я участвовала в 9 номерах, я и пела, и танцевала, и чего я только не делала, и в пачке, и, в общем, и вот поставила номер. Я же рассказываю всегда эту историю, у нас аккордеонист Вася был, я была влюблена в него, вот, моя такая детская влюблённость была. И вот он мне тогда говорит, Алла, у тебя большое будущее. — И был прав, вы с ним потом виделись, скажите. — Нет, я не виделась, но это действительно было, я это запомнила прям. В 19 у меня был уже свой коллектив в Риге, и мы начали заниматься места на конкурсах, то есть первые, главные призы. Потом начались фестивали, брейк-данс, моду вошёл, всё вот это вот на этом фоне. В общем, мы и родились путём слияния двух коллективов, питерских и наших, ребята. Ещё тогда Ленинград, это вот произошло всё в 87-м году. — Ну вот интересно всё-таки, как вы это видите, потому что, ну вот много говорят про цели-полагания, а вы говорите, да не было такой цели, просто вот шла в направлении и всё. — Только вот танцевать хотелось, танцевать, танцевать, потом ставить, да, быть постановщиком, вот руководить коллективом. И мы не думали даже вот о школе, допустим, да, я поняла потом, что это необходимо, понимаете? Потому что нужно открывать школу. В то время не было особо у нас там школ современной хореографии. И у нас я тоже об этом очень часто говорю, меня спрашивают, потому что у нас как, вот приходили из народного танца, да, характерные танцовщики, из художественной гимнастики, классические танцовщики. Их нужно было какое-то время, нужно было, чтобы они немножечко освоились, понимаете, с этим стилем современным. — Ну вот вы вспомнили, как начинали с брейк-данса, и, конечно, вот 80-е, там первая половина, где-то вот середина, это прямо был пик популярности, все хотели. — Да, да, мы ездили со своими программами. У нас же мы работали в Северо-Осетинской филармонии, нам вот предложили. — Вообще звучит так неожиданно, да, то есть команда брейкеров. — Тогда все это делали. — Да, да, тогда и, кстати, металлисты выступали от филармонии. — Конечно, конечно. — Но получается, что тогда информацию получали больше откуда-то из Европы, из Америки, там где-то по фильмам, видеокассеты там передавали и так далее. — Да, да. — А вот сейчас кого можно назвать законодателями в современном танце? — Ну, у нас уже, во-первых, свой почерк. — Тодес. — Да, да, у нас свой почерк, своя методика. Мы ориентируемся на все современные стили. Понимаете, мы, знаете, держим нос по ветру. Мы смотрим вообще все, что происходит в мире. Что касается там неоклассики или там контемпори, мы тоже в курсе, да. Ну, то есть мы постоянно черпаем вот эту вот информацию. Естественно, не всегда удается съездить, посмотреть, особенно, ну, сейчас сложнее это намного, да. — Но сейчас есть интернет. — Но есть интернет, да, и мы, вот сказать, на кого мы ориентируемся, ну, вообще на все, что происходит сейчас в мире современной хореографии. Да, мы сразу же, вот если что-то, допустим, такое, появляется какая-то тенденция, значит, нам надо обязательно сделать в этом стиле. Тоже попробовать. И это же, вы понимаете, что это развитие, это наши танцовщики, они универсальны. Они, в общем-то, могут станцевать кусочек классический. Мы не претендуем, упаси Боже, на классику. Естественно, даже близко. Но, тем не менее, по форме это будет прилично очень, даже если мы станцуем, там, небольшой кусочек в классике. У нас наш Ильдарушка Гайнудинов, наш тодосовский ученик, он в большом сейчас танцует. Прекрасный танцовщик, вообще поцелованный в макушку, знаете, талантливый. — А как же он смог переключиться, всё-таки другое движение. — Он и у нас работает, а это труд, понимаете? То есть он уже в сознательном возрасте начал серьёзно заниматься классикой. — Там же другая выборка, значит, там же всё другое. — Конечно. Ну, у нас, во-первых, обязательно классический урок, это мы начинаем с этого. — Станок, то есть есть железный. — Обязательно, обязательно. Вот, а потом уже мы как бы по-другому там растанцовываемся. Вот, а Ильдар, он, ну что вы, это же красавец вообще такой, на него смотреть-то одно удовольствие. — Всё-таки, вернусь к спектаклям, есть ли какие-то жанры, которых там в Тодосе никогда, ну вот, не будет? Не знаю, вы там скажете, танцы в стиле вок ни в коем случае не будут в нашем театре, или там ещё что-то. — Я думаю, что вот тверк в таком виде, в каком его там представляют, наверное, мне это не нравится. — Нет, нет, вот, допустим. Хотя это тоже стиль, опять-таки, смотря как его подать, можно его подать очень так, знаете, как эстетично, скажем, да? Тут же тоже нужно иметь понятие о эстетике, да? — У нас, допустим, есть спектакли, они, ну скажем так, достаточно, есть фрагменты из спектакля, достаточно эротичны, допустим. Но они очень эстетичны. — Многие режиссёры и в кино, и театральные сейчас тоже любят это, переключают прямо, я бы сказал так, жёстким тумблером. То есть, не знаю, там, мужчины играют женские роли, женщины, мужские, причём, ну, не так, как было, а прямо это вот нарочито делается. Какие-то откровенные мизансцены, яркий звук, какие-то резкие перепады, прямо такие провокации, да, как-то пощёчина общественному вкусу, как сто лет назад было. — Да, да, да. — Вы как-то к этому стремитесь, чтобы, ребят, вот переключаем вас, так переключаем риска? — Ну, нет, нет. Я вообще, знаете, как современное искусство, это кто-то сказал, это, знаете, можно вот объединить одной фразой, да. Ничего не понятно, но что-то в этом есть. Понимаете? Вот сейчас в основном вот так вот ставят. И так чисто светская история. Ах, это гениально, о, боже мой, это новый виток, о, это новый виток, это, ну, я не знаю, может быть, действительно. Кому-то это интересно, да, о вкусах не спорят. Нет, я, я нет, я за то, чтобы, не знаю, если это талантливо сделано, если, допустим, провокационная какая-то история, но очень талантливая, она должна куда-то месседж нести, понимаете? Такой, как, и он, этот месседж не должен нас приводить в депрессивное состояние или в какое-то, чувствовать, знаете, вот эту безнадёжность. Вот упаси Боже, вот только не это. Вот если талантливо что-то сделано новое, да, там даже провокационно, что людям даёт силу, даёт желание жить, там, опять-таки, вот жизнеутверждающее это должно быть, понимаете? Если это так, я не против, но в основном это всё, да, ещё грузнее становится. А ведь для зрителя вот это вот чувство какой-то безнадёжности, вот иногда, я знаю, очень часто там мои знакомые перестают, допустим, читать какую-то книгу, да, потому что она… — В смысле бросают её? — Бросают, потому что говорят, да что ж такое, всё время вот в даун, в даун, в даун, да неинтересно, не хочу я это читать, понимаете? На это тоже должны, наверное, какие-то любители там покопаться. — Мне кажется, любителей много, потому что есть люди, которые прямо кайфуют от того, что вот они в депрессии, всё плохо. — Мне кажется, их немного, они есть просто немного, просто они где-то вот всё время на виду, понимаете, в каком-то медиапространстве. А в основном, ну, люди, вот народ простой, ну, что им хочется, почему любят там народные песни, да, или там шансон русский, там, вы понимаете? Ну, потому что, ну, всё просто, им хочется вот просто вот отдохнуть от плохих мыслей. — И вот как раз отдохнуть и зарядиться можно в театре Тодос, да, не путать с балетом, не путать со студией, а именно вот в театре Тодос. Алла, спасибо большое, прямо нам открыли удивительный мир, и Тодос такой разнообразный, и в целом мир современного танца. Спасибо. — И вам спасибо, очень замечательные вопросы, да, было очень приятно. — Спасибо, спасибо, мы с редакторами старались. — Хорошо.